Доброго временных суток! Я Маруся и вы на моем канале. Самое время наслаждаться моментом. Сегодня прогуляемся по Алании, туристическому городу недалеко от Анталии, на берегу Средиземного моря. Мы в самом центре Алании. Здесь, на площади, находится памятник Мустафе Кемалю Ататюрку. Мустафа Кемаль – основатель современного турецкого государства и первый президент Турции. Эту площадь знает каждый аланец. Это место встреч и проведения митингов, также парадов. Здесь всегда довольно людно, а в час пик достаточно много машин. Парковки на улицах города по большей части платные. От площади сквозь небольшой парк отправимся в порт. Прямо перед нами белое здание. Это мэрия Алании. Некоторым сотрудникам очень повезло. С этой стороны в окна они могут наблюдать самый центр города, а с той стороны – это порт и море. Небольшая историческая справка про Аланию. Первые упоминания города под разными названиями в истории встречаются еще в далеком прошлом. Точного года основания нет. А вот сегодняшнее свое название город получил благодаря интересному случаю. До 1935 года город назывался Алайя. В 1933 году первый президент Турции Мустафа Кемаль Татюрк получил из города телеграмму с ошибкой. Вместо Алайя в ней было написано Аланье. Ему очень понравился такой вариант. И в 1935 году, во время своего визита в город, он официально сменил название на Аланье. Прямо сейчас нашему взору открыт полуостров с крепостью, который как раз разделяет город на две части. Сегодня мы гуляем по восточной части, где находится порт. С западной же части находится широкий песчаный пляж, который называется Клеопатрой. Своё развитие города Анталии и Аланье получили благодаря международному туризму. Город расцвёл с появлением аэропорта в Анталии в 1998 году. Дальше, в 2011 году, в Газепаше, что рядом с Аланьей, около 30 километров, появился ещё один аэропорт. На сегодня, в 2022 году туристов настолько много, что некоторые районы, что Аланье и что Анталии, закрывают для того, чтобы туристы не могли здесь оставаться надолго. Почему туристам так нравится Аланье? Конечно же, это её климат. Типичный Средиземноморский. Благодаря тёплому Средиземному морю и горам Тавроскин, которые защищают от холодных северных ветров, Аланье – это самый тёплый крупный город Турции. Зима здесь по большей части дождливая, а лето очень жарко и продолжительное. Этот порт в городе Аланье не основной. Есть ещё один, где также стоят яхты и катера. В этом по большей части прогулочные, ориентированные как раз на туристов. Вдалеке виднеется Красная башня, ещё один символ города Аланье. Прогулки в порту – одно из излюбленных развлечений аланийцев. Посидеть вот так вот на камнях, посмотреть на воду, порыбачить. Определённо только с котиками, потому что они всегда составят тебе компанию. Также можно пройтись до маяка, который впереди. Он тоже не основной, есть ещё один в порту, который дальше. Отсюда открывается потрясающий вид и на всё побережье, и на горы. Если остаться здесь до вечера, то можно застать время, когда весь город загорается огоньками. Что тоже очень красиво. Вдалеке в горах виднеется надпись «I love Alanya». Туда можно подняться, там парк. А ещё там можно приятно провести время на пикнике. Оборудованы и беседки, столики, мангалы. Всё, что нужно для приятного времяпрепровождения. Турки очень любят такой вид отдыха. Также оттуда открывается просто потрясающий вид на всю вот эту вот бухту и красоту. Город как на ладони. Крепость потрясающе видно. Белое здание впереди – это как раз и есть снова мэрия, перед которой находится первый пляж. Все пляжи на побережье пронумерованы. Отсюда начинается первый и так дальше до самого Каргаджака, самого дальнего района Алании. Пронумерованные пляжи – это довольно удобно. Никогда не спутаешь, где тебе нужно встретиться. Место возле мэрии вообще знаковое. Здесь довольно часто устраиваются всевозможные мероприятия. Как раз по даче города. Из последнего – это пляжный футбол, стронгмен. Ну а мы с вами идем дальше, в сторону Красной башни. Слева прогулочные катера, яхты – как раз все то, что катает туристов в самый сезон. Сейчас он уже подходит к концу, и многие кораблики встали на зиму. Но все еще остаются те, кто готовы отвезти вас в море на экскурсию вокруг крепости. Маршрут здесь довольно простой. Это выход в море, остановки для купания и оплывание самой крепости, вот этого полуострова. Там можно посмотреть несколько пещер, также покупаться. И дальше выход как раз к пляжу Клеопатра, где тоже остановка для того, чтобы покупаться. Некоторые корабли – это прям декоративные шедевры. Вот, пожалуйста, Посейдон. Следующий – дракон. Но абсолютное большинство – это, конечно же, пиратский корабль. И подается он именно так. Летом в туристический сезон здесь очень много народа. Желающих покататься на пиратских кораблях тоже довольно много. Поэтому зачастую на корабле одни вы точно не будете. Сейчас же сезон подходит к концу. Народу стало значительно меньше, можно спокойно прогуливаться. С правой стороны от порта торговые ряды, где куча лавок и куча сувениров. Также есть ресторанчики. Прямо перед нами станция такси. С такси в Турции вообще интересная история. В таких городах, как Алания и Анталия, привычных нам приложений вызова такси нету. Типа Uber и Яндекс.Такси. Все проходит через кнопку, которая находится прямо на улице. Чаще всего на перекрестках. Нажимаешь кнопку, ждешь и приезжает такси. Дальше твоя задача договориться с таксистом, куда тебе нужно поехать. Они редко говорят по-английски, только по-турецки, но всегда есть навигатор. Желательно, чтобы он еще включил таксометр. Потому что если он этого не сделает, он будет говорить тебе цену в два раза выше, чем она должна быть. По рассказам туристов, в Стамбуле есть приложение Uber. Но чаще всего таксисты приезжают и могут отказаться от поездки. Или сказать, что они не едут в тот район, который ты указал в приложении, который уже было видно. Это очень, конечно, странно, но здесь своя культура такси, это точно. Мы все еще идем к Красной башне. Маршрут от мэрии до самой Красной башни занимает примерно 700 метров. Так что для вечернего променада вполне приемлемо. Справа искусственный водопад и небольшой скверик. Оттуда можно подняться на следующую улицу, которая выше. Слева по-прежнему порт. На протяжении всего этого променада можно встретить уличную еду, как вот в этой цветной тележке. Чаще всего это вареная кукуруза или жареная на гриле, жареные каштаны. Также можно встретить попкорн. В разгар сезона самое популярное, это, конечно же, витамин бар. Небольшие точки, где можно сделать себе сок или микс соков. Каменные статуи, которые встречаются на протяжении всего променада, это подарок от скульпторов городу. Аланья уже не первый раз проводит на своей территории симпозиум скульпторов. Можно прийти посмотреть, как они трудятся и вытачивают из камня, точнее каменные глыбы, вот прямо то, что можно сейчас увидеть. Не всегда, конечно, задумка автора понятна, но это современное искусство, можно и посмотреть. Сегодня весьма красивое и необычное небо. Вообще вся красота на небе создается благодаря облакам. Из-за географической особенности Алании, благодаря вот этому полуострову и крепости, получается, что с одной стороны ты можешь наблюдать рассвет как раз в восточной части, где порт, а с западной части, где пляж Клеопатра, прекрасно наблюдать закат. Солнце падает прямо в море. Наблюдательные туристы могли заметить, что на столбах два флага, точнее две растяжки. Красная это как раз флаг Турции, а белая это герб города Алании. На гербе как раз и находится красная башня, которую мы видим впереди. Вообще у турков весьма уважительное отношение к своему флагу. Довольно часто его можно встретить на балконах. Ну а в праздничные дни флаг может быть даже не один. Сейчас слева будем проходить еще один вид турецкого стритфуда. Балык Экмек. Это жареная на гриле рыба, чаще всего скумбрия. В хлебе что-то похожее на наш хот-дог. Подается с овощами. Довольно необычный вкус. Ну а справа туристический поезд, который проезжает в знаковой достопримечательности Алании. Поездка длится примерно 40 минут, но и цена вопроса сейчас это всего 2 бакса. Голубенькие электросамокаты, которые встречаются на протяжении всей нашей прогулки, это абсолютное ношество для Алании. Появились совершенно недавно. Скачиваете приложение, регистрируйтесь, подключаете свою карту, естественно не российскую, и можете пользоваться. Цена вполне приемлемая. Ну и доехать, естественно, довольно быстро можно по всему городу. Ну вот мы и пришли к Красной башне. Слева от нее находится небольшая площадь, на которой расположено несколько ресторанов. И небольшая стихийная парковка. Есть дорожка наверх, сразу к Красной башне, но мы сначала пройдем левее, где есть небольшая площадь, где можно вечерочком посмотреть на море. Ну, сегодня свадьба. И неизменный котик. Вообще в Турции нет приверженности к белому цвету на свадьбу для невесты, поэтому невесты могут быть в платьях совершенно любой расцветки. Вот, получается, сюда можно прийти, устроиться и сидеть, наблюдать море. Снова котики. Впереди видно остатки отдоков, крепостная стена. Вот и главная достопримечательность Алании, Аланийского порта, Красная башня во всей своей красе. Вообще, Красная башня и крепость Аланий – это единый комплекс сооружений, который был построен еще в 13 веке и довольно хорошо сохранился до наших времен. Давайте пройдемся по этой крепостной стене, и я как раз расскажу вам о Красной башне. Вау, какое интересное небо прямо перед нами. На западной стороне, очевидно, начинается уже закат. Мы уже знаем, что Красная башня – это главная достопримечательность Алании, которая даже размещена на ее гербе. Как несложно догадаться, свое название Красная башня получила благодаря красному цвету кирпича, из которого она выполнена. В течение многих веков основной задачей башни была защита порта и доков от нападения с моря. С этой задачей она прекрасно справлялась. Строение возведено настолько качественно, что до сих пор остается одним из лучших примеров средневековой военной архитектуры. Сейчас в башне находится музей, в который можно при желании пройти. Но не менее интересно будет прогуляться возле территории Красной башни, где также много всего представлено. Вот это вот была древняя катапульта. Мы же с вами идем по части крепостной стены, которая хорошо сохранилась и находится вплотную к морю. С крепостной стены можно спуститься прямо на пляж и при желании искупаться. Отсюда тоже открывается потрясающий вид на эту бухту, на остатки доков, башни. А вот как раз лестница с проходом на пляж. Прямо впереди виден пирс, к которому время от времени приплывают круизные лайнеры. Обычно корабль приплывает рано утром и стоит здесь целый день. Туристы могут прогуляться по городу, купить сувениры. Вечером лайнер отплывает, и это тоже довольно красивое зрелище. С корабля можно наблюдать огни, крепости и города. Башня представляет из себя восьмиугольное строение высотой в 33 метра. Это пять этажей. Наверх можно подняться по 85 ступеням. Конструкция здания выполнена таким образом, что падающий солнечный свет достигает первого этажа. Прямо сейчас мы идем с вами по крепостной стене. Справа от нас частный сектор, кафе, рестораны, отели. Где-то там находится отель, в котором в свое время снимался один из эпизодов «Орла и решки» про Аланию. Небольшой ресторанчик, в котором можно выпить чай, съесть гюзли-мэй или тост. Ох, как красиво цветет Бугенвилле. Еще одна старая катапульта. Впереди как раз дорожка на доке, а справа лестница наверх, по которой позже вернемся к Красной башне. Если пройти по крепостной стене дальше прямо, то будет еще один музей, в который можно пройти и посмотреть, где раньше стояли корабли. Длина стены Аланийской крепости составляет 6,5 километров. На этом протяжении расположено 14 башен. Современная же крепость – это частный сектор, и прогуляться здесь тоже довольно интересно. Вот, пожалуйста, домашние животные. Гуси, утки, курицы, индейки. Очень много плодово-ягодных деревьев. Лимоны, апельсины, мандарины, хурма, авокадо – все это здесь растет в изобилии. Естественно, рвать не стоит, но посмотреть можно. Получается довольно удивительное сочетание остатков древней крепости и совершенно современного дома. Вот как сейчас справа. Впереди Красная башня. Ну и напоследок насладимся закатом, который в это время проходит на западной части. Спасибо, что составили компанию на сегодняшней прогулке. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...